Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Таня Мусульбес согласилась стать женой Виктора Литвинова. Она уже готовится к девичнику, думает о том, где лучше его справить. Шесть участников Дома-2 встречали вместе Новый год в Минске. Это Марина Африкантова с Ромой Капаклой, Алексей Чайчиц с Лизой Трианда-Филиди, Давид Анташвили и Семен Кленов. Виталий Малышев, который очень понравился Даше Лымарь, не стал строить с ней отношения. Он ждет приезда с Поляны Светы Силаевой. Лиза Полыгалова и Ваня Барсиков вместе встретили Новый год на отдыхе. Они путешествуют вместе по Европе. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко провели выходной за периметром. Они гуляли по праздничной Москве. Варя Третьякова, которая недавно вышла замуж, похвасталась роскошным новогодним подарком. Муж подарил ей Порше Каен в синем цвете. Варвара плакала от счастья. В сети ходят слухи о близком общении Ольги Орловой и Саймона Морданшина. Зрители уверены, что Ольга озабоченная и вульгарная женщина. Ей незнакомы такты чувства стыда. Ходят слухи, что Саймон в свое время побывал в номере ведущей. Их отношения далеки от дружеских, хотя оба пытаются это отрицать. Дима Талыпов жалеет, что покинул Дом 2. Ведь новенькая Маша Огоева, по словам Димы, собиралась прийти на проект именно к нему. Талыпов считает, что она очень хорошенькая. Поклонники Саши Гозиас считают, что невзгоды прошедших месяцев наложили отпечаток на ее внешность. Саша стала выглядеть хуже и сильно постарела. Глядя на новое фото девушки, трудно поверить, что ей нет еще и 30 лет. Зрителей возмутило новогоднее поздравление Антона Гусева и Вики Романец. Они несли такую ахинею, что лучше бы вообще промолчали. Вместо любви, счастья и здоровья Гусев пожелал всем секса и денег. Он сказал, что это важнее, чем какие-то там чувства. Романец тоже считает главным в жизни финансовое благополучие. Она считает, что на деньги можно купить все, в том числе здоровье и любовь. Также она не упустила случая похвастаться недавними приобретениями – автомобилем, платьем, туфлями, а также поездкой в Европу. Рассмешил своих подписчиков Андрей Черкасов. Он показал один из новогодних подарков, который мужчине крайне необходим. Маша Кахно показала, какой она была до прихода на проект. Это перед проектом, пишет она, примерно за 6 месяцев. Как быстро все меняется. Одна из первых ведущих проекта, Ксения Собчак, станцевала у православного храма. Она опубликовала видео в Инстаграм, на котором в компании своего мужа еще одного мужчины с бутылкой танцуют под музыку у входа в храм. Видео вызвало бурю негодования среди ее подписчиков и было удалено. Очень необычно встретили Новый год бывшие участники проекта – Настя Волынец и Богдан Бобрик. Они буквально встретили праздник по-домашнему. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.